Олесь, это что? Как его зовут? Как его зовут, ёлки? А чё ж ты молчал? Это полгольф. Мини? Да, мини-гольф. Полгольф. Слышишь, так он... Так а ты приедешь на нём на афроуд? На малом лампе ещё. Малый лампе. На афроуд? Ну вообще, на хорючке сидит. А, тут их просто перейдут в гольфа вперёд. Ну, типа надо, только по укурашиваю всё равно. А, дверь задняя будет, да? Да, дверь задняя, вместо переднего. Передокрыж, выброси. Вот это ты даёшь, блин. И по ширине? Ты сузил чуть-чуть, да? Сузил на два сантиметра. А запаска посмотри, где? Ну, вон, под запаску, видишь? Под дверь. Да? Ну, это ж кусок запаски было. Ну, да, ну, все равно, просто, ну, две эти сантиметры. Блин, вот это ты даёшь. Вот это конструкторская мысль работает, слышишь? А тут будет лебёдка через верх, да, вот так? Привет, друзья. Ну, кто там спрашивал? Где машина мечты? Где воин, да? Где воин, вот он воин. О, блин, тут немного завалили. Так, вот его новый мотор. Что-то он за зиму как-то покрылись цилиндры налётом немножко. А вот из бэхи-семёрки моей моторчик родной. Так, что у нас тут ещё есть интересного? Ой, короче, сейчас. Цепляем и тащим, да. Снимаем. Снимаем и чиним коробку, короче. Вот раздатка моя на залу пазл, которая уже подготовлена. Даже с подушки, пацаны, нам тогда одели. Смотри. Полный комплект есть. Макс уже копает, что можно, там трос от лебёдки с Гранчероки. Короче, тут есть всё. Сейчас выкатываем и едем. Порядка, да? Тут просто сбрасывали всё. Когда суровый переезжал, надо было всё быстро перевезти. А, бампер мой от Гранчероки. Короче, а баллон откуда? Кто-то подарил мне баллон. Суровые подарили, кажется, баллоны. Блин, Макс несёт тут всё. Аккумулятор. Клема была снята, стоял всю зиму. Кто долго не ездит, снимайте. Больше полугода. С октября стоит, в общем. Давай я попробую. А, он же, помнишь, подмыкал? А, выжми сцепление. Коробка подклинивала. Да. Да, так работает. С сцеплением. Свет что-то горит. Он выключил. Вот так вот. Видите? Подсос, нету троса. Давай, давай. Ну, сколько стояло. Машина. Только с выжатым сцеплением работает. С выжатым, да. Ну, подклинив же, а коробка там развалились. Шестерни, корпус лопнул. Ну, шестерни целые. Валы разошлись, наверное. Всё работает. Машина. Чёткая у нас. Руль модный. Ха-ха-ха. Как звучит. Класс. Жив, да. Так что жив. Сейчас поедем на реанимацию. Так, друзья. Ну, выкатили. Немного усилий. И всё. И мы поехали. Аппарат Запорожец. Всё тут на месте. Даже верёвка есть. Давно не ездили. Так, тормоза. Ну, тут дисковые должны работать. Сейчас. Рации надо было взять. О, ну, тут спортивное сидение. Я как в родном сижу. BMW-шное. Уставшее. Такое у меня в 90-х было. На тройке такое же стояло. Фух. Едем, едем, едем. Сейчас через красивый Дарницкий лес. Выйдем сразу в княжичек. Макс говорит, сколько мы с ним пережили. Да, проехали мы с ним немало. Макс его пригнал. Точнее, мы с Максом его пригнали. Ну, что тут скажешь. Кусок работы выполнен по машине. Мама, не горюй вообще. Ну, всё-таки, что вам сказать. Луазовская трансмиссия. Ну, она как бы рассчитана под определённый размер колёс. Ну, и вообще оно и в Луазе, скажем, тяжело, когда начинаю там ставить мощнее моторы, добавлять колёса побольше. Ему становится тяжковато. Ого, Макс тут начинает наваливать. Слышите звук трансмиссии? Бордовички. Карданчики. Всё, конечно. Шприцовалось давно. Но звук даёт. Было потише. Но я уже точно не помню, как было на самом деле. Но тут есть зеркало. Одно, но есть. Ну, и второе салонное. И есть даже для камеры крепление для телефона. Так, Макс как-то... Тут хоть педали правильно стоят, не промахнёшься. Мне даже трос не видно. Такая высота машины, и вам не видно трос, и мне не видно. Короче, по стопам Макса ориентируемся. Тормоза работают. Сопротивление трансмиссии большое. В общем, позже покажу, что мы хотим сделать. Мотор вы видели, раздатка, коробка. Ну, и хотим поставить всё-таки мосты. Можно сказать, фамильные. Которые... На которых я купил Мега УАЗ. Там их немножко починить. Но уже купили для ремонта. Всё купили. То есть надо только пересыпать их, и всё. Будет класс. Вот и танковый начало справа. Ну, сейчас мы не готовы туда поехать. Уступает нам. Оп, оторвался. Сейчас Макс завязывает верёвку. Там кусочек был тонкий. Блин, мы тут пробку устроили такую нормальную. Ну, ещё не устроили, но есть немного. Люди уходят влево. Всё, повернули. Всё нормально. Сейчас тут уже мы в родной стихии. По лесу. Сегодня какое-то вроде подобие лето наступило. По сравнению с тем, что было. Наша задача снять быстро коробку. Ну, дотянуться и снять коробку. Дальше. Дальше Лысь её переберёт. Поставим. И поедем на оффроуд. Так, Макс ехал медленно. И мы попали в красный свет. Ну, в принципе, неплохо. Макс говорит, качелька. А ну, покажи, как работает. Нормальная качеля. Из Мерседеса и Запорожца. Как в анекдоте? Блин, сколько эмоций, да? Мы с ним пережили. Да, вообще просто. Он нас сейчас будет радовать снова. Так, друзья. Всё. Едем. Едем, едем, едем. Быстро. Алэйс ждёт. Набрал ему только что. Он говорит, что же вы едете. С утра никак не доедете. Ну, пока с горбатым. Пока работа, короче, всё одновременно. Мы уже почти на финишной прямой. Тут недалеко. Объезжаем пробки через лес. Люди в шоке просто. Думают, охренеть, что это такое едет. Нормально тут так заросло. В этом году поливала. Растительность особенно буйная. Порвалась верёвка ещё пару раз. Ну, в общем, модернизировали с двух от дну. Капот я закрыл. Верёвку всё равно не видно. Длина-то та же осталась. Дворнички работают. Смотрите, протёрли. Вам должно быть лучше видно теперь. Всё, с леса выехали. Включил раздачу. Говорит, Макс не работает навигатор. Я говорю, давай включу раздачу. Вот 21 век. Как всё поменялось. А тут всё по-прежнему. Но тут можно чуть-чуть допилить. И стереосистема войдёт как раз чётко. С выезжающим монитором, с навигацией. Сейчас бы было бы легче нам. В принципе, и так не сложно. Всё, Макс увидел маршрут. Теперь скорость возросла резко. Да, чётко слышно, как скрипит трансмиссия. И не работает задняя подвеска. Очень жёстко посадили втулки с капролона. Тут у нас такие вечные уже на всю ширину рычага сделаны. Кто знаком с луазовской конструкцией, тот понимает, о чём я говорю. Не маленькие втулочки по краям, а полностью. И немножко не угадали задней балки с диаметрами промахнулись. Очень плотно сидит, из-за этого задний мост почти не работает. Ну, сейчас будет всё равно всё меняться кардинально. Макс говорит, ну давай починим. И сделаем заезд на старой трансмиссии, старым мотором. Всё же будет другое. А на залупазл два горбаты. К Максу пойдут запчасти с этой машины. Всё, выехали с княжичей. Макс прибавил. Летим просто. Какая-то скорость серьёзная, в общем. Да, это какое-то событие мирового масштаба. Ремонтируют окружную. Тут ещё пару кусков осталось таких, уставших. Блин, Макс. Так ускоряется жёстко. А, тут грузовичок решил резануть. Да, такое впечатление, что дороги лет 200 не делали. И сейчас по всей стране массово их чинят. Целый день меня Макс на верёвке возит. Уже и машину поменяли, а верёвка всё та же. Какая-то скорость бешеная. Не знаю, ощущение на этой машине, что вроде 90 или 100 едем. Трансмиссия с ветром слилась в один единый шум. Слышно, что ей непросто там. Вита лошадей. Мама, не горюй. 2.2 прошиты. Макс там и не слышит, наверное. Может, забыл про меня, ёлки-палки. Уже хочу мигать фарами, наверное, буду сейчас. Мы доехали. Макс говорит, дорогой проект души, сердцу и телу. На бантик выдержала там всё? Я говорю, может, он забыл про меня, слышишь? Ой, блин. Слышишь? Тяжело идёт. А что, Вита не слышал её или что? Вообще не слышал? 2.2. А вот, смотри, какая машина. Блин, пробуксовка идёт, Макс. А это на разборку ты взял? А, кузов хотел, да. Так она не эта, подожди, надо... Хорошая. Ого, это такой диск маленький в Запорожце. Это сороковки, Алыс? Да. Чувак, провиска перемотала, не надо. Я хотела на лунтик, кстати, поделать. Нива хорошая. По стрибном состоянии, как новая. Целая. Ходят, люди ездят на худшем состоянии. Вот порогу там, наверное, мая порога, да. Ну, днище есть. Вот, вот она новая, лоха. Алэсь, это что? Как его зовут? Как его зовут, ёлки? А что ж ты молчал, я? Мини-вольф. Мини-вольфа. Да, миним-вольфа. Мини-вольфа. Слышишь, так он... Так, а ты приедешь на нём на афроуд или нет? На лунтик ещё. Малый пидагон. На афроуд? Ну, вообще бы на хаймче сидеть. А, тут их просто передок гольфа вперёд. Ну, типа, да, только по укорашу всё равно. А, дверь задняя будет, да? Дверь задняя вместо переднего. Передокрыл, выбор. Вот это ты даёшь, блин. И по ширине? Ты сузил чуть-чуть, да? А запаска, посмотри, где? Ну, вон, под запаску, видишь? Ну, это ж кусок запаски было. Блин, вот это ты даёшь. Вот это конструкторская мысль работает, слышишь? А тут будет лебёдка через верх, да, вот так? Гуазовский ветер, да? Слышишь, дизеля, ты понял? Мы тут не можем дизель поставить на залу пазл. Ну, а он? Гуазовский, вот, получается, на долгую блокировку, то есть, передовочные рабочие? Ну да, передовок надо тоненькие поставить, колёса, с мотоцикла повыше. Ну, передовка, ну, просто у него гулять. Ну, потом уже подключатель, наверное, да. На том, ну, ты понял, что всё, всё время, вот сколько она... А на сколько она там весит? Она на задке будет валить? Да, она заблокирована. Вон, какая конструкция хорошая. Да, могу, у вас это тоже там... Давайте время идёт, надо... Что, заезжаем? Надо быстро разбирать, вот. Быстро. Коробку мы успеем разобрать или нет? Чтоб хоть увидеть, что внутри хоть. Сними её, ты сними её, это точно ты заметил. Не, ну, этот аппарат, конечно, это уникальный просто. Я даже не... Мы с Максом потеряли на мгновение до речи, когда это увидели. Да подождите, дайте хоть сфотографировать. Так, сейчас, не успели мы закатить. Макс уже откручивает что-то. Удобство. Слежишь, надо будет доработать вот так, чтобы вот тут на петлях был, он понял, и так поднималось. И полный доступ. Ну, это уже в 18-м поколении модели уже сделаем. Какая-то ламба двери, да? Да, да нет, там у них же и это, как в Феррари, в Ламборджине так же открываются. Там есть машины, где открывается весь моторный отсек, сразу поднимается и всё. С крыльями вместе. Что там, что? Что ещё? Ламба, ламба это. На проводах держалась, Макс? Да. А, тросик, тросик, наверное. Да. Ёлки-палки, тут схема, конечно, очень непростая. Это и не тросик, это стальная. Ну да, ну в смысле, главное не сломаю, потому что не будет открываться этот. Что, ты снял уже? Всё, тут доступ к мотору облегчился. Провода только, да, мешают. Но всё равно тут нормально. Смотрите, тут шовчик красивый. Не, ну это серьёзный аппарат. Так а когда ты на афроуд приедешь на нём? Давай на танковую? На ФС поедем. Давай что-то разбирать. Давай, давай. Так, друзья, тут, блин, такой экшен просто начинается жёсткий. Пришлось снять генератор, мотор. Мотор. Впритык. Впритык. Застрял? Не, не, надо вот эту откручивать. Шо, шо откручивать? Мешает это или же? Растяжка. Так а по ширине выходит? Ну слышишь, на крайняк вот эту можем открутить, Макс, вот эту. Ну, я сейчас запатрубил, что-то запатрубил, сзаду, вот, на пещу, что-то, вот, все, а, блин, снятый. Снятый? Да, тут он, наверное, там надо было снять. Тут, короче, кусок работы, ремонтопригодность, не очень, короче, ну ничего. Слышишь? Так стой, вот эту откручивай, Макс, вот эту откручивай и все, и оно тогда выйдет. Нельзя было, сука, на пару сантиметров дальше. Приварить? Ну да. Кстати, есть болгарка? Буквально 3 сантиметра. Есть болгарка, давай трещотку, где трещотка? Это буквально 3 сантиметра и оно ушло. Макс, давай трещоткой. А сколько она нам дали? Короче, полная жесть. Все тут, крутим все вместе. Камеру не включали. А во сколько мы в 5 начали где-то? Там пока сливали. В 5, да, только в 5 часов. В 5 часов начали, сейчас у нас. Сейчас где-то телефон я потерял опять, нашел. 17.48. 48 минут, блин. Надо потренироваться, чтобы снимать за 27 минут хотя бы. Ни херасик. Ты бачишь, как УАЗика разбирают? Солдаты? Да. Слушай, 5 минут, разобрать, собрать. Так это 27, это долго тогда, слышишь? Надо что-то думать. УАЗик 5 минут разбирают, солдаты. Ты хочешь это за 27. Логово. Логово. В общем, это 3 должны разбирать. Логово Луазов называлось у тебя? Логово Луазов. Теперь логово. Логово жести. Спереди. Слышь, а какая морда будет? Спередная. Ну, с Гольфа нельзя, надо какую-то злую сделать, квадратную, чтобы она на трактор была. Тракторную какую-то, с Белоруса. Приварить, и будет нормальный аппарат. Что, снял ты лишний? Там гайки варены, да? Да. А, там боночки. Это Андрюха делал. Блин, вот это, понял, какой уровень? Да. Что, вниз? Ёлки-палки. У меня аж слезы на глаза наворачиваются. В этом положении уже он, сколько лет уже я его... Да, 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 мы его вот так поворачивали как-то. Потихоньку. Нет, и держи его, Макс, руки осторожно. Давай, я тоже буду держать, за что-то. Опускай, опускай, опускай. Да, мы вот так под углом, как-то у Миши, мы, кажется, так под углом его. Давай, опускай. Переди, стоп, 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 стоп. Карбюратор, береги. Может, подъехать вперед чуть-чуть? О, все, давай. Вперед, давай, подожди. Стой, что-то там... Что-то оно... Что-то уху, блядь. Стой. Она там вернула, повернула. А ну, подними выше. Подними. Еще повернуть ее сильнее. Слышишь, вот эти тяги надо были пооткручивать, они мешают. Все-таки. Все-таки они мешают. Стой, 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 стой. Стой, держите. Мотор очень дорогой. Вот и мой, вот так. Мы его с руками смотрим, значит, не стоит. Да, да он не тяжелый. Снимите или мне камеру ложить? Давай вкроем. Плавно с вами вкроем. Это вроде... Надо сварить, чтобы два ручка укатать. В одну кромку, чтобы снять, и... Так, все. Я же клею вкрою. Что, подожди, теперь что, кромвал? И тащим на себя, да? Дыра там, да? Сейчас я свет включу. Все, сейчас я вытру. Все, все. Ну, бачишь, три сочиня. Внизу? Нет. Сбоку. Ну, то, что ящик. Нет, 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 то отлив такой. Да нет. Ну, а масло откуда? Что там? Испойдем масло. Блин, такая, конечно, конструкция жесткая, да? Или у Луаза тоже такая же? Да. Тут попроще, да? Да, попроще и по словам. Тут квадрат 80, 80. 80. 40 на 80, а дальше мы говорим, толстостенные. Толстостенные, ну а как? Это ж машина серьезная. Все усиленное. Можно на Луаза так ворвать, и никуда она не денешь. Никуда не денешь. Купить квадрат, толстостенные, 40 на 80. Сейчас 20, ну это жесть, конечно. Втроем. Втроем конструкция просто немножко сложная вообще. Так, надо что-то... Слышишь? Надо было не так. Блин, надо было кузов открутить, 4 подушки. Поднять и все. Кузов поднять и все. А, что нам это даст? Да, что даст. Серьезно? Сейчас надо до кузова... Нет, а коробку бы выняли и все. Мотор бы стоял на месте. Прикружаешь до кузова, что нет? Да нет. Ёлки-палки, лошары, блин. Ты понял? Кузов подняли и коробку сняли. Так, а коробка вместе с двигателем? Зачем? Открутили? Двигатель на месте стоял? Он же на раме, все же на раме стоит. Нет, двигатель держится на коробке. Я понял. Нет, двигатель... Да, тут только один, короче, стоян. Это и коробка, и рам. Так, друзья, завтра раскидаем. Сегодня мы ехали с утра, но пока горбатый, пока то, пока это. Пока пятое, восьмое. Короче, все мы разобрали. Конструкция, ну, очень сложная. Смотрите, эта балка мешает просто снять коробку. Можно было, если бы ее не было... Ну, короче, тут целая история. Это промвал мешает, ну, балка мешает промвал. Короче, ну, как-то сняли. Собирать, конечно, будет сложнее. Тут лего у нас из тях еще. Сейчас, где это лего? Вот это лего, которое... Механизм переключения передач. Потому что у нас же коробка сзади, как в Феррари, как в Порше. Как в Ламборджини. В Ламборгини. И вот эта тяга, которая... И вторая тяга. Короче, вы поняли, тут процесс непростой. Все, там моем руки. В общем, на сегодня все, план выполнен. Где мотор сейчас? А мотор вот тоже лежит. Все снято. Но тяжелая коробка ужасно, конечно. Тяжелая, но и ненадежная. То есть, ну, как-то неудачно оно все тут... Картер у меня, кстати, родной под таврический мотор. Ну, именно, их мало было выпущено. А, 1302? 1302, да. 1302, да. Это с моего Луаза, кстати. И мотор, и коробка. Так, ну все, завтра посмотрим, что там внутри. Всем пока, до встречи, подписывайтесь. Колокольчик, включите комментарии, напишите. До встречи. Валим по лесу жестко. Какая скорость? Отвлекай меня. 50. 50. Идем. Тут как в Литве. Грейдер прошел. И можно... Ну, там 70 мы ехали. Ну, на патруле мы уже и тут 70 ехали. Ого, ты шо там? Сейчас нас будет тормозить пробка, наверное. Да, день был непростой. Догнали серьезный внедорожник. Макс включил фары. Мигает ему. Пока безуспешно. Какой-то пилот, видно, начинающий. А нам надо успеть на работу. Забрать вещи. Так, все. Нас заметили. Идем. Идем в прорыв. Какой-то молодой начинающий пилот. Макс дубасит. По жесткому. Я говорю, что мы так медленно ехали с этим? Он говорит, я тебя боялся потерять. Осторожно, тут перегресток. Справа уступаем. Слева болото. Видел, какое там классное? Ёхан и бабай. Вроде успеваем. Нормально идем.